Одним из первых каменных домов в Ставрополе было здание тюрьмы. Оно строилось как уездный тюремный замок. В январе 2019, теперь уже сезон номер один, исполнилось 180 лет. Мы находимся как раз на первом этаже. Это вот основной корпус, который был построен именно в 1939 году. Здесь раньше располагались помещения для содержания специальных ингенток. Спустя почти два века здание продолжает выполнять свою функцию. Здесь и сейчас содержат заключенных. Есть граждане, которые прибывают из зала суда уже с приговором для отбытия наказания. Есть граждане, которые прибывают в учреждении, которые подозреваются в совершении преступления. Есть, которые обвиняются в совершении преступления. В 1977 году на службу в подразделении СИЗО, где тогда был всего один этаж, пришел Василий Грудин. Через почти 30 лет он стал руководителем первого изолятора. За это время условия содержания заключенных, отмечает мужчина, сильно изменились. Раньше-то приходил, форму снять было невозможно. Почему? Ну, потому что все было прокурено в дыму, не работала вентиляция, ее не было практически. Плюс скучность вот эта чрезмерная в камерах. Сейчас этого еще нет. Изменилось все, это даже несравнимо, что было и все сейчас. В здании достроили два этажа. Увеличили количество камер, провели канализацию. Теперь СИЗО рассчитано на 1010 арестантов. Попадая сюда, человек проходит санобработку, первичный медосмотр, карантинное отделение. Затем кабинет дактилоскопии, где у него берут отпечатки пальцев, заносят в базу данных и фотографируют на фоне ростомера. После чего арестант попадает в общие камеры, рассчитанные на трех и более человек. Их интерьер более чем скромен. Спальное место, металлический шкаф да решетки на окнах. По нормативам на каждого человека в помещении приходится 4 квадратных метра. Граждане содержащихся в учреждении ежедневно имеют право на прогулку на свежем воздухе, которая согласно 103-го федерального закона им разрешается в течение часа. Несовершеннолетние, которые содержатся у нас, у них ежедневная прогулка до двух часов. 180 лет распорядок в здании практически не меняется. Однако в честь юбилея самого старого учреждения уголовно-исполнительной системы в Ставрополе прошло торжественное собрание. Поздравления от руководства принимали почетные гости, ветераны и личный состав работников учреждения. Ирина Ивановская, Екатерина Сегида, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.